Предновогоднее время богато на добрые чудеса и неожиданные подарки. Прекрасный подарок получили жители Анастасиевского сельского поселения «Новый парк». Он был построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы побывали на торжественном открытии парка. О современном и по-настоящему благоустроенном парке анастасиевцы уже давно мечтали. И вот самые смелые мечты жители обрели свое воплощение. Решение о строительстве парка, который очень нужен жителям, было здесь успешно притворено в жизнь. Парк под названием «Станичный» располагается в самом центре Анастасиевской, между администрацией поселения и сельским домом культуры. Разделить радость открытия с жителями прибыли депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский и председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Виктор Чернявский отметил, что проделана большая работа по благоустройству и высоко оценил активность главы сельского поселения в решении этого вопроса. «Это очень важно – подготовить качественные документы, обосновать свою идею, выразить мнение земляков для того, чтобы получить такое серьезное финансирование из трех источников бюджета – федерального, краевого, местного, и получилось такое хорошее, замечательное место отдыха. Я хотел бы обратиться к ребятам, к молодежи. Вот то, что взрослые сделали, это в первую очередь для вас, чтобы вы понимали, что там, где люди отдыхают, там, где люди встречаются, там, где люди живут, должно быть уютно и красиво. Все это нужно беречь. Вы видите, еще есть неоформленные рамки. Вот в этих рамках будут фотографии ваших родителей, ваших пап и мам, лучших тружеников станицы». Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка искренне порадовался за земляков, которые приобрели отличное место для занятий спортом, развлечения и отдыха. «Благодаря этой программе у нас появился современный парк. Уверен, это будет такое самое главное место при провождении отдыха нашей молодежи. Здесь будут встречаться, здесь будут влюбляться, здесь будут знакомиться и так далее. Поэтому мы рады этому событию. Хочу выразить слова благодарности нашим строителям, всем подрядным организациям, которые участвовали в осуществлении этого проекта». Глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко от души поблагодарил всех людей, причастных к воплощению этого долгожданного проекта. «До сегодняшнего дня у нас территории такой для отдыха не было. Более 10 лет назад мы начинали закладывать этот парк. Закладывали вместе с выпускниками школ, закладывали вместе с казачьими классами, с казаками. Каждый, как мог, укладывал свою силу и труд в создание данного парка. Мы смогли преодолеть все трудности по вхождению в федеральную целевую программу. «Спасибо, конечно, что такая программа появилась, и благодаря ней нам было выделено 17 миллионов рублей на строительство данного замечательного объекта». И вот, наконец, наступил самый торжественный момент открытия – перерезание красной ленты. Все собравшиеся горячими аплодисментами приветствовали это. И еще одно радостное событие произошло в этот день. Спортивную форму футболистам команды «Олимп» Анастасиевского сельского поселения вручил депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский. Затем почетные гости мероприятия анастасиевцы осмотрели парк и остались увиденным очень довольны. «У нас сегодня такая красота. Мы очень сдали этот парк от всех жителей. Я благодарю за то, что он у нас наконец-то есть. Уже молодежь здесь собирается, играют на гитарах, занимаются спортом. Это же так здорово. Детки с родителями. А сейчас еще у нас появился замечательный олень. Скоро у него появится семья, световая инсталляция. Ну, это здорово, правда. Станица преображается. Это самый лучший предновогодний подарок, который могли нам сделать. Спасибо». У парка Станичный есть свое неповторимое лицо, проект удачный. И было сделано все необходимое, чтобы он был успешно реализован. Были учтены пожелания и потребности жителей, а также самые актуальные тенденции в парковом строительстве. Проект привязан к местности с тем, чтобы использовать все ее имеющиеся достоинства. Прежде всего, деревья. Новый парк станет настоящим украшением поселения и Центром притяжения для отдыхающих – от детей до пенсионеров. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».